Всем привет, меня зовут Виктор Зинченко, я работаю в компании PDFiller, занимаюсь веб-разработкой уже больше десяти лет и сегодня прочитаю доклад на тему MySQL, который мы не знаем. Не секрет, что MySQL это база данных, которая очень часто используется в веб-разработке, поэтому сегодня мы попытаемся заглянуть внутрь. Для этого мы будем использовать мониторинг, поэтому, во-первых, мы поговорим о том, чем нам поможет мониторинг в данном вопросе. Кроме того, я хотел бы поделиться подходом к решению проблем, которые возникают в процессе эксплуатации MySQL. Он состоит из таких шагов, как поиск проблемы, для этого мы будем использовать специальные инструменты для мониторинга, такие как Prometheus Grafana, также будем использовать Anemometer, попытаемся определить причины плохой производительности SQL-сопроса, подготовим решение причин, внедрим это решение и провалидируем результаты. Также я хотел бы поделиться полезными советами и ссылками, которые могут вам пригодиться. Итак, начнем. Зачем нам нужен мониторинг? Основная идея состоит в том, что мы не можем управлять тем, что не можем измерить. Мониторинг поможет нам ответить на следующие вопросы, что именно происходит в нашей базе данных? Когда нашему серверу станет плохо и станет ли? Что будет на Black Friday и можем ли мы вообще ничего не делать? Может быть у нас и так все хорошо и ничего не надо делать, но тогда мониторинг нам даст уверенность в завтрашнем дне. Давайте разберемся с подходом к решению проблем. Итак, для того, чтобы найти проблему, нужно открыть черный ящик. Черный ящик это у нас MySQL. Поэтому давайте рассмотрим для начала основные проблемы производительности. Основные проблемы производительности. Это у нас процессор, память. Как правило, это ресурсы, которых всегда не хватает, поэтому здесь нет ничего удивительного. Дисковое пространство, дисковый ввод-вывод, сеть. У нас может быть большое количество клиентов, большое количество данных. Также могут быть медленные клиенты, которые доставляют немало проблем. Также у нас могут быть проблемы с конфигурацией, которая может быть неправильной. Сервер просто может в некоторых случаях срабатывать не так, как мы этого ожидаем. Сложность состоит в том, чтобы найти причину плохой производительности. Для этого нам нужны данные. Откуда получить данные системе? Есть несколько мест, которые мы можем использовать. Во-первых, это performance схема. Это место, откуда мы можем получить данные о производительности системы. Например, количество потоков, количество открытых соединений, информация о разных операциях, которые происходят в текущий момент. Information схема хранит информацию про нашу базу данных, структуру, некоторую статистику. Slow query log это место, где мы можем узнать информацию о запросах, которые выполняются длительное количество времени. Также можем использовать команды show для получения информации о сервере в текущий момент времени. Например, количество открытых соединений, explain поможет нам разобраться с проблемными запросами, анализатор запросов. Также могут быть полезными метрики операционной системы, такие как память, диск, сеть и тому подобное. Проблема в том, что данных слишком много. Для того, чтобы анализировать эти источники вручную, потребуется большое количество времени и сил. Нам же нужен какой-то более-менее универсальный и простой способ. Поэтому нам нужны инструменты для визуализации и удобные интерфейсы. Я предлагаю посмотреть и попробовать использовать инструменты Prometheus и Grafana для этих целей. Определимся с тем, какие задачи решает мониторинг. Во-первых, мониторинг собирает метрики. Метрики это, собственно, показатели системы, которые меняются со временем. Поэтому их важно собирать и хранить. К примеру, мы узнали, что вчера произошла какая-то проблема и мы хотим посмотреть, что происходило с системой в тот момент времени. Но если мы метрики не собрали, мы уже не можем знать, как был нагружен процессор или диск в тот или иной промежуток времени. Если мы будем иметь эти метрики сохраненными, мы сможем отслеживать их динамики и смотреть историю. Кроме того, мониторинг решает такой вопрос, как унификация этих метрик. Потому как данные могут поступать из разных источников. Банально в каком-то источнике это будут килобайты, в другом это будут мегабайты и тому подобное. Также Prometheus сервер предоставляет нам возможность получать эти метрики при помощи специального языка запросов. Он называется PromQL. После всего этого мы сможем использовать инструменты для визуализации, такие как графана. Настраивать оповещения, к примеру, если какие-то показатели системы выходят за пределы нормы. Перейдем к архитектуре этого решения. Значит в центре всего находится Prometheus сервер. Он отвечает за сбор, хранение и работу с данными. Данные в Prometheus сервер попадают из так называемых таргетов. То есть это цели, откуда мы будем получать данные. Такими целями могут быть, к примеру, MySQL сервер, система операционная, там разные показатели операционной системы. Какие-то другие приложения, например, там Console, MongoDB и тому подобное. Prometheus сервер работает по модели pool-метрикс. Вообще существует две модели сбора метрик. Это pool и push. Соответственно при push модели target, то есть тот кто наблюдается сам отправлять свои метрики куда-либо. Или pool-модель, по которой работает Prometheus, при этом Prometheus сам периодически опрашивает, к примеру, там раз в 5 или 15 секунд какой-то таргет, спрашивая, как у тебя дела. И таргет выставляет определенную страничку, на которой хранятся основные метрики с основными жизненными показателями. Когда у нас уже есть данные в Prometheus сервере, мы можем использовать PromQL для того, чтобы получать из него данные. В том числе, PromQL используется для того, чтобы строить инструменты визуализации, например, Grafana, Prometheus UI или различных API. Также в этой схеме могут присутствовать такие компоненты, как Alert Manager, это система для оповещений, Push Gateway, она позволяет, этот компонент позволяет изменить нам подход к сбору метрик и реализовать Push методику. Но это скорее исключение, чем правило, как правило, Prometheus работает по системе PoolMetrics. И сервис Discovery, для случая, если у нас очень большое количество таргетов и нам нужно как-то получать информацию о новых и тому подобное, мы можем использовать механизм Service Discovery. В данном случае в моей конфигурации Prometheus сервер просто записана конфигурация конфигурационный файл с адресами всех наблюдаемых объектов. Поэтому эти компоненты в презентации не используются. Значит, следующим шагом мы поговорим больше про таргеты и про то, как мы получаем данные. Для того, чтобы получить данные из таргета, из источника, используются специальные программы, они называются Exporters. Exporters это программа, написанная, как правило, на Go, но это не обязательно. Эта программа собирает метрики из источника. Такими источниками могут быть, как я сказал, операционная система, базы данных, различные другие программы. Стоит понимать, что экспортер работает как процесс, он слушает определенный порт и по HTTP запросу на этот порт он выставляет метрики. Что значит выставляет? Он генерит некоторый отчет. Как видите, это моя локальная машина. На вот этом порту работает экспортер, который получает метрики из MySQL сервера и по endpoint metrics он выставляет вот такой отчет, в котором мы можем видеть большое количество метрик и текущие показатели системы. К примеру, здесь мы можем посмотреть Max Used Connections. В текущий момент у меня шесть соединений открыто, потому что есть какое-то приложение и оно работает в бэкграунде. Вернемся обратно. Также стоит сказать, что, к примеру, MySQL D-Exporter может находиться на одной машине, а мониторить сервер MySQL, который находится на другой машине. Это бывает полезно, если у вас какое-то решение для базы данных, которое вы не можете изменять, например, RDS от Amazon. MySQL D-Exporter может собирать разное количество метрик в зависимости от конфигурации MySQL сервера, от версии MySQL сервера и, собственно, конфигурации самого экспортера. Давайте перейдем, посмотрим, как это работает. К примеру, я сейчас нахожусь в репозитории MySQL D-Exporter. Здесь есть флаги для конфигурации и каждый флаг описан. Он делает какие-то разные вещи, некоторые включены по дефолту. Чем больше коллекторов вы включите, тем больше информации будет в конечном отчете, но здесь не стоит забывать, что чем больше информации собирается, тем больше overhead и тем больше нагрузка на систему в целом. Поэтому здесь главное не переборщить. Давайте еще посмотрим на список экспортеров, который доступен для Prometheus. Здесь очень большое количество возможных экспортеров. Некоторые из них помещены как official. Можете выбирать те, которые вам понравятся для вашей системы. Давайте также посмотрим пример кода самого экспортера. Это экспортер, который называется NodeExporter. Он отвечает за сбор метрик о операционной системе. Вот это репозиторий, программа написана на Go. Я отметил строчку, в которой делается вызов файла, вызов, в котором хранится информация про метрики системы. Или, например, экспортер для MySQL. Та же история. Здесь хранится запрос, который выполняется на сервере. И этот запрос возвращает некоторую информацию. Потом экспортер эту информацию приводит к нужному виду, который мы видели на странице Metrics. Рассмотрим, какие бывают типы метрик. Так как информация, которую нужно измерить, может иметь разный характер, существуют различные типы метрик. К примеру, Counter. Это просто монотонно нарастающий счетчик, который может только нарастать. Он может быть полезным, к примеру, если нам нужно посчитать количество ошибок, которые произошли в системе. Следующий тип метрик это Gage. Это что-то наподобие спидометра, то есть это метрика, которая может изменяться со временем в больше-меньшую сторону. Он используется в основном для мониторинга каких-то динамических показателей. Например, загрузка процессора в текущий момент времени или количество свободной оперативной памяти. Еще одна более сложная метрика это Gistogram. Gistogram позволяет нам ответить, к примеру, на такой вопрос, какой процент запросов к серверу был обслужен быстрее, чем 500 миллисекунд и тому подобное. Давайте посмотрим, как определить тип метрики в отчете. Опять же, я перешел на страницу с метриками. Здесь у нас есть два сообщения, таких как Help и Type. Type это тип метрики, например, Gage. Здесь есть Type Counter, разные примеры и Help. Он описывает, что конкретно показывает метрика. Перейдем дальше. Теперь, когда у нас есть данные от наших экспортеров, они загружены в Prometheus сервер, мы можем визуализировать эти данные для работы. Для этого мы можем использовать Prometheus WebUI. Давайте посмотрим на этот инструмент. Опять же, он работает у нас на localhost, на вот таком порту. Здесь у нас есть такой важный раздел как Targets. Здесь мы можем видеть таргеты, то есть цели, которые наблюдаются Prometheus сервером. Отсюда именно и происходит пул метрик. Также мы можем видеть дату последнего считывания метрик. Сейчас я обновлю страницу несколько раз, вы увидите, что период считывания метрик 5 секунд. Кроме таргетов здесь можно настроить оповещение по необходимости и воспользоваться инструментами для отправки запросов в формате пром.ql к Prometheus серверу. Давайте попробуем несколько. К примеру, запросим показатель MySQL. Увидим, что MySQL у нас допустим запущен, но это не очень интересно. Давайте посмотрим max used connections. Количество соединений в данный момент открытых на MySQL сервере. Таким образом мы можем получать разные метрики. Также здесь можно использовать разные функции, например, rate для получения количества произошедших, допустим, событий в единицу времени и тому подобное. Подробно останавливаться на этом инструменте не будем, так как, мне кажется, он не самый удобный. Поэтому перейдем к следующему. Следующий это у нас Grafana. Grafana это тоже такой дешборд для визуализации данных. Однако стоит понимать, что Grafana сама по себе поставляется просто как инструмент и изначально там нет вообще никаких метрик для для нашей ситуации. Поэтому мы воспользуемся готовыми, заготовленными дешбордами, которые предоставлены Percon. В этом репозитории вы можете посмотреть список доступных дешбордов. Их здесь достаточно большое количество. В презентации я буду использовать два из них. Это MySQL Overview и MySQL InodbMetrics. Стоит также отметить, что в зависимости от версии Prometheus сервера собираются разные метрики и слегка меняется их формат. Иногда эти изменения обратно несовместимы. Поэтому дешборды Percon иногда нужно посмотреть и подредактировать под свои нужды. В принципе, мне пришлось это сделать в моем случае. Итак, теперь у нас достаточно метрик. Что с ними делать? Первое, что нужно делать с метриками, это провести анализ показателей, посмотреть, как система ведет себя в текущий момент и установить точку отсчета. Точка отсчета нужна для того, чтобы мы могли сравнить состояние системы в текущий момент с состоянием системы, к примеру, на прошлой неделе и сравнить показатели. Это поможет нам избежать случаев, когда система плавно деградирует и со временем приходит к низкой производительности. Также мы можем настроить оповещение. Мы не будем этого делать в презентации, но такая возможность существует. Итак, посмотрим, что получилось. Сейчас мы посмотрим графа на дешборд и обратим внимание там на три вещи. Опять же, это сервис, который работает на локальной машине, на вот таком порту. Здесь уже загружен дешборд. Здесь очень большое количество интересной информации, очень большое количество графиков. Для того, чтобы лучше понимать, что именно здесь происходит, существуют вот такие подсказки. Практически на всех экранах они есть и можно посмотреть, что происходит. Это первое, что я рекомендую сделать при работе с этим дешбордом. Следующая вещь. Давайте посмотрим состояние нашей системы в текущий момент. Начнем с процессора. На этом графике выводится состояние процессора. Как видим, здесь происходит какая-то нагрузка, но не совсем понятно, что именно она означает. Здесь используется нагрузка на процессор средняя за определенный период времени. Значит, показатель 1.0 указывает на то, что за период времени процессор был нагружен на 100%. То есть, это уже достаточно высокая нагрузка. Если показатель выше единицы, это значит, что какие-то процессоры, скорее всего, ждут и система перегружена. А в данном случае у нас система очень сильно нагружена и эта динамика не очень хорошая. Давайте посмотрим еще на один экран. Это медленные запросы. Как видим, у нас здесь тоже запросы случаются. Это метрика, которая нам показывает, сколько запросов происходит единицу времени. Такая картина обусловлена тем, что у меня существует приложение, которое сейчас уже работает с базой данных. И периодически это приложение генерит плохие запросы. Давайте вернемся. Только что мы увидели медленные запросы в графане, но мы не увидели, какие именно. Действительно, графана нам в этом не поможет. Мы можем только увидеть, что происходят какие-то проблемы. Но мы знаем, что они происходят. Мы знаем, что они в нашем приложении. Мы их чувствуем, но увидеть не можем. Для этого нам потребуются специальные инструменты. Одним из таких инструментов является SlowLog. Давайте поговорим о нем чуть-чуть подробнее. В конце концов, SlowLog это файл на диске. К примеру, он может находиться по такому пути на сервере. В этом файле хранится разная информация об этом дальше. Значит, логирование медленных запросов может быть отключено. Поэтому, чтобы его включить, нужно сконфигурировать сервер. В лог попадают запросы, время которых превышает некоторый порог. Обозначенный вот такой переменной. К примеру, запросы больше, чем 2 секунды в моем случае попадают в отчет. Что есть в этом отчете? Каждый медленный запрос попадает в SlowLog примерно вот в таком виде. Здесь количество информации может быть разное, но примерно вот так оно выглядит обычно. Здесь мы видим запрос, видим некоторую информацию, но учитывая, что в SlowLog может быть очень большое количество запросов, увидеть общую картину чаще всего очень тяжело. Поэтому нам нужны специальные инструменты. Одним из таких является анимометр, который поможет нам превратить этот плохо читаемый SlowLog в хороший интерфейс, в котором можно работать. Сейчас я перешел на страницу анимометра. Это сервис, который тоже установлен на моей машине. Значит, здесь мы видим вот такой дашборд, он достаточно понятный. Выбираем даты, выбираем какие поля отображать. Хост, в моем случае у меня всего один дата-сорс. И после этого нажимаем поиск. Здесь мы увидим медленные запросы. К этой табличке мы вернемся чуть-чуть позже. Давайте разберемся, что такое анимометр и как он устроен. Итак, для того, чтобы увидеть вот тот красивый дашборд, его нужно как-то получить из нашего SlowLog файла. Для этого данные из SlowLog файла надо подготовить. Для этого используется утилита Perkona Toolkit Query Digest. Это консольная утилита, которая парсит SlowLog файл, сохраняет найденные запросы в отдельную таблицу, в отдельной базе данных. После этого по найденным запросам она составляет Digest. Такую себе группировку по однотипным запросам. Это происходит примерно вот так. Представьте, что у вас есть вот такой запрос. Скорее всего он не будет медленным, но это пример работы вот этой функции. Из этого запроса мы можем получить вот такой вид. Таким образом мы сможем сгруппировать однотипные запросы и построить по ним Digest. То есть информацию о том, когда и в каком количестве такой запрос выполнялся. После этого мы уже сможем отобразить эти данные в веб-интерфейсе и получить проблемный запрос. Давайте попытаемся это сделать. Собственно эти данные отображены в интерфейсе Animometer. Здесь мы видим хэш. Это хэш от Digest, который был собран. Давайте перейдем на этот запрос. Посмотрим его подробнее. Здесь есть всякая информация полезная. Собственно это Digest, по нему строится хэш. Пример такого запроса. И некоторая информация о выполнении этого запроса за последние несколько дней. В моем случае это два дня. Давайте посмотрим эту табличку чуть-чуть подробнее. Самое интересное поле здесь это количество выполнений. Как видим этот запрос выполняется достаточно часто. Потом среднее время выполнения этого запроса. 17 секунд. Очень большое количество времени для данного запроса. Кроме того здесь есть такие поля, как количество отправленных строк в ответ на один запрос. И суммарное количество отправленных строк. Также количество просмотренных строк. В данном случае оно суммарное, но в фильтрах можно выбрать и для одного запроса. Это количество строк, которые MySQL серверу пришлось просмотреть. Для того, чтобы вернуть вот этих 20 тысяч. Таким образом можно понять, что этот запрос не очень хорошо оптимизирован. И скорее всего есть какие-то проблемы. Давайте проанализируем этот запрос и попытаемся понять. Выглядит он примерно вот так. Это вывод X-Plane. На самом деле запрос очень простой, но даже с ним будет интересно. X-Plane это целый мир. Очень мощный инструмент, в котором есть достаточно много интересных специфичных случаев. Но в нашем случае интересны вот эти два поля. Во-первых, тип запроса All. Это говорит о том, что мы будем перебирать абсолютно все записи, которые есть в таблице. И собственно количество записей, которые должны быть пройдены для того, чтобы вернуть результат. Скажем, это не очень хорошо. Перебирать 3 миллиона записей на каждый запрос. Поэтому нам здесь нужно что-то сделать. Достаточно часто можно услышать мнение, ну можно просто навесить индекс и все будет хорошо. Но как бы не так. А что если это не поможет? Или Select может ускориться, а Insert может замедлиться. Как измерить прирост производительности? Да и вообще, почему этот запрос проблемный? Почему проблема считать 3 миллиона строк? Давайте с этим всем разбираться. Итак, почему возникает проблема? Представьте, что вы разработчик базы данных и вам нужно сделать быструю базу данных. Как вы поступите? Вы знаете, что как правило диск работает медленно оперативной памяти. Поэтому было бы неплохо читать данные из памяти. Поэтому мы можем просто взять всю базу данных и загрузить в память. Может быть. Подобным образом устроен InnoDB Buffer Pool. Это место в оперативной памяти для хранения данных. Данные эти могут быть из таблиц и из индексов. Стоит понимать, что это общий ресурс. То есть его используют, скажем, все. Все таблицы попадают в один общий буфер пул. Нет отдельного места для одной таблицы, отдельного места для другой таблицы. Размер этого буфер пула ограничен. Ограничен он очень часто размером оперативной памяти самой системы. Здесь следует понимать, что, скажем, существует лимит в конфигурации MySQL сервера на InnoDB Buffer Pool. Но также стоит понимать, что существует лимит операционной системы. И в определенных случаях мы можем менять конфигурацию буфер пула для того, чтобы он работал более эффективно. В достаточно больших серверах, в которых количество памяти, скажем, от 16 гигабайт, размер InnoDB Buffer Pool может достигать до 80% или около того. В меньших серверах, соответственно, значения могут быть подобраны меньше. Это все зависит от конкретной ситуации. Данные в InnoDB Buffer Pool хранятся страницами. То есть не построчно, а строки формируют так называемые страницы. И страницы уже, собственно, хранятся в памяти. Давайте рассмотрим, как именно это устроено. Сам буфер пул поделен на 8 частей. 5 восьмых из них это, скажем так, новые страницы. 3 восьмых старые страницы. Вставка страниц, которых еще нет в буфер пуле, которые были считаны диска и будут добавлены в буфер пул, происходит вот в это место. При этом те страницы, которые находятся ниже, постепенно опускаются вниз списка. Те, которые находятся в самом конце списка, вытесняются. Таким образом реализуется механизм List, Recent, Used. То есть те, которые наименее востребованные страницы, вытесняются. В нашем конкретном случае размер буфер пула 128 МБ. Это достаточно небольшой размер буфер пула в текущей конфигурации, так как данных в моих таблицах большое количество, об этом дальше. Размер буфер пула можно посмотреть, опять же, в графана. Вот есть такой счетчик. 128 МБ. Также у меня большое количество данных, как я сказал. 2,5 ГБ в большой таблице. И большое количество запросов, которые я запускаю по расписанию из консольного приложения. Также это все приводит к плохой производительности. Давайте посмотрим еще раз на загрузку процессора. В принципе, она мне не очень устраивает. Это загрузка процессора за определенный промежуток времени, когда я готовил презентацию. Собственно, давайте посмотрим еще на данные. У меня есть две таблицы. Они называются Table Small и Table Big. В одной из них находится 100 тысяч записей, во второй 4 миллиона. Объем данных, соответственно, вот такой. Схема таблицы 4 колонки, движок и на DB и совершенно нет индексов. Можно ли с этим жить? В теории, если бы наше приложение совсем не выполняло запросов, жить можно. Если количество запросов маленькое и они выполняются к этой таблице, в принципе, может быть, наша система показывала бы достаточные характеристики производительности. Но в моем случае, приложение генерирует достаточно большое количество запросов, каждый из этих баз данных, поэтому в целом система не может работать хорошо. Давайте посмотрим, что происходит в нашем буфер-пуле во время функционирования системы. Здесь стоит сказать немного подробнее о том, как именно устроено приложение. Раз в 10 минут запускается несколько SQL-запросов к большой таблице, в которой 2 гигабайта данных. И эти запросы выполняются несколько минут. После этого они прекращаются и начинаются через 10 минут снова. На 5-й минуте, на каждой 45-55 минуте, выполняется ряд запросов к маленькой таблице. Давайте посмотрим, что есть на этом графике. Во-первых, здесь есть обращение к буфер-пулу и обращение к диску. Если данных нет в буфер-пуле, но в SQL-сервере нужно обслужить запрос, он обращается к диску и начинает читать данные из диска и добавлять их в буфер-пул. Что здесь и происходит. Данные считываются с диска, добавляется оперативную память в буфер-пул. Но так как количество данных очень большое, мы видим, что чем больше запросов, тем больше чтений. Чтение не прекращается аж до тех пор, пока не прекращаются запросы. Таким образом, можно сделать вывод, что попадание запросов в буфер, то есть возможность исполнить запрос, не используя диск, у нас низкое. Поэтому мы постоянно выполняем чтение. Чтение с диска это достаточно дорогостоящая операция, поэтому ее следует избегать. После того, как первый запрос отработал, начинает работать второй запрос. Данных во второй таблице около 70 мегабайт, а буфер-пул у нас 128 мегабайт. Поэтому при первых обращениях, скорее всего, практически все данные из таблицы вычитываются в оперативную память, в буфер-пул. И при последующих запросах обращения к диску практически не осуществляются. И запросы обслуживаются из оперативной памяти. То есть вот эта часть графика, это достаточно быстрое выполнение некоторых запросов ко второй маленькой таблице. Но потом ситуация повторяется. Запросы к большой таблице снова начинают работать и вытесняют из буфер-пула всю информацию. Таким образом, следующее обращение к буфер-пулу при втором запросе, меньшем, требует опять считывания данных с диска. То есть таким образом мы можем увидеть, что обращение к большой таблице провоцирует постоянное переполнение буфера и ротацию страниц в этом буфере. То есть фактически буфер используется неэффективно. Мы в него только записали данные, как сразу же эти данные становятся неактуальными, их нужно оттуда убрать. И это повторяется и повторяется. Поэтому эта система, скорее всего, будет испытывать большие проблемы с производительностью. Что нам с этим делать? Как я уже сказал, одно из очевидных решений это добавление индекса. В моем случае у нас есть две таблицы. Вот такие запросы выполняются к этим таблицам. К большой таблице выполняется запрос с фильтрацией по полю number и сортировкой по этому полю. Очевидно, что этот запрос хороший кандидат на добавление индекса, чем мы и займемся. Но для того, чтобы измерить производительность после решения проблемы, нам нужно иметь, как я сказал, байзлайн. Давайте проанализируем текущий запрос. Для этого будем использовать бенчмарк, который называется Sysbench. Sysbench это консольная утилита. Собственно, она построена на LoaJit. Поддерживает мультипоточность из коробки. То есть мы можем запустить тесты нашей системы, при этом в большое количество потоков. Для этого не нужно очень сильно заморачиваться. Все очень просто и понятно. Кроме того, мы можем запускать как стандартные тесты для производительности системы, так и кастомные тесты, собственно, написанные на Loa. В данном случае я покажу примеры, в которых запускаются тесты, написанные мной. Sysbench мы можем использовать не только для MySQL и баз данных. Мы можем тестировать производительность других частей системы. Посмотрим внимательнее, как именно запускается команда Sysbench. Как я сказал, это консольная утилита. У нее есть ряд опций. В данном случае мы можем указать адрес MySQL хоста, количество потоков, которые нужно запустить, время выполнения. То есть тест будет работать 60 секунд. И потом нам выдаст отчет о том, каких результатов получилось добиться. После этого следует название теста. Здесь я указал какой-то кастомный тест. И команда, которую нужно выполнить в тесте. Типичный тест состоит из таких команд, как prepare, для того, чтобы подготовить данные, если нужно. К примеру, создать таблицы, наполнить их какими-то тестовыми данными. После этого команда run, собственно, запуск теста. И команда cleanup, для того, чтобы очистить ненужные данные после завершения теста. Команда run будет вызывать функцию event. Функция event это, собственно, единица измерения. В данном случае я могу сказать, что это будет, например, какой-то запрос в базу данных. К примеру, один insert. После того, как этот запрос будет выполнен, тело функции event запускается еще раз, еще раз, еще раз, до тех пор, пока не наступит, собственно, конец теста по времени. После того, как тест закончится, тест вернет нам отчет о том, сколько раз нам удалось выполнить функцию event. Это и будет одной из основных метрик производительности системы. Давайте посмотрим результаты запуска Sysbench для наших запросов до оптимизации. Как видим, select запросы в один поток у нас получилось выполнить всего лишь 10 раз за одну минуту, в 10 потоков 46 раз. Кроме того, тест должен длиться 60 секунд, но в данном случае время теста превышает указанное время, потому как некоторые запросы становятся в очередь и выполняются позже. Это достаточно плохая ситуация, потому как в реальной системе это будет приводить к перегрузкам системы. Также есть информация по insert, она нас не очень интересует. Кроме того, данные здесь могут в этой таблице сильно отличаться от запуска к запуску, но общую тенденцию будет видно. Давайте добавим индекс. Я добавляю обычный индекс, ничего особенного. И замеряю результаты после добавления индекса. Давайте посмотрим на количество событий. Количество событий после добавления индекса увеличилось практически в 5 раз. Тоже на 10 потоках количество выполнений, операция увеличилась. Также можно сказать, что insert работают примерно аналогично. Тут большой разброс. То есть в принципе система более-менее ускорилась. Давайте посмотрим на состояние буфер пула. Еще раз напомню вам состояние буфер пула до добавления индексов. Как видите, большое количество чтений, постоянное переполнение буфера. И после добавления. Здесь как бы даже визуально можно понять, что количество чтений в целом уменьшилось. Но тем не менее, если мы посмотрим на график обращений к диску, то есть чтения с диска, мы увидим, что чтения с диска все равно остались и они никуда не пропали. Дело в том, что количество данных все равно значительно превышает буфер пул. И буфер пул постоянно переполняется. Просто сейчас стало меньше запросов. То есть проблему мы фактически не решили. Мы просто уменьшили ее размер. И скажем, второй запрос, который выполняет запрос к маленькой таблице данных, он тоже каждый раз перечитывает данные с диска. Поэтому наша оптимизация достаточно сомнительная. Что еще можно сделать? Можно подумать о том, чтобы увеличить буфер пул-сайз до какого-то большего значения. В данном случае я просто увеличил его до 4 гигабайт и получил следующие результаты. Для начала посмотрим состояние буфера после изменений. После этого посмотрим данное содержимое буфера. Итак, это тот же график, только в другом разрезе времени. До того, как я изменил буфер, мы видели вот такой график, постоянные чтения и переполнение буфера. Потом я сделал изменения, перезагрузил сервер. Вот время даунтайма. Теперь мы видим, что количество чтений через некоторое время сошло на нет. Чтений с диска. Это связано с тем, что размер буфер пула был увеличен и все необходимые данные, которые нужны были для того, чтобы обслужить запрос, попали в буфер пул. И со временем чтение практически с диска сошло на нет. Тем не менее, обращение к буфер пулу у нас существует. И можно сказать, что запросы выполняются теперь более оптимальным образом. И в том числе, данные для второй таблицы тоже попали в буфер пул. И после этого не выполняются никакие обращения к диску. Посмотрим также на содержимое буфера. Значит, здесь мы видим, что в определенном моменте времени, в прошлом у меня количество данных в буфере было практически 128 МБ. Теперь же оно достигает 120, 1,000 ГБ с небольшим, что в принципе меньше, чем размер буфера. Поэтому можно сказать, что буфер не переполняется, поэтому проблема отсутствует. Ну и результаты. Давайте посмотрим, чего удалось достичь после результата, после добавления изменений. Здесь плохо видно результаты в сравнении. Поэтому вот сводная таблица. Итак, до того, как мы добавили индекс, мы имели 10 запросов в минуту. После добавления индекса 48 запросов в минуту. И после увеличения буфер пула и добавления индекса около 700 запросов в минуту. Что достаточно хороший показатель и достаточно хороший прирост практически на порядок. Что стоит сказать об этом результате? Не каждая ваша проблема может быть решена путем увеличения буфер пула. Основная идея состоит в том, что возможно вам просто хватит индекса, возможно вам хватит увеличения размера буфер пула. Но универсальных рецептов нет. Нужно смотреть графики и пытаться проанализировать события, которые происходят в вашей базе данных. В зависимости от этого нужно уже искать то решение, которое вам подойдет. Не существует универсальных рецептов, поэтому никогда не используйте вслепую какие-то готовые решения со Stack Overflow и тому подобное. У вас всегда будет другой профиль нагрузки и разное количество данных и то, как вы их используете. Также стоит заниматься мониторингом, установить baseline до всяких изменений, провести какие-то тесты, собрать количественные показатели для того, чтобы можно было сделать сравнение после. Как я и сказал, добавляем тесты, но здесь есть один нюанс. Составить точный профиль нагрузки достаточно тяжело, потому как на продакшене у вас может быть тысяча таблиц, десятки тысяч запросов и тому подобное. Поэтому написать такой тест, который будет тестировать конкретно ваш случай, может быть затруднительным. Однако эмулировать нагрузку кое-как можно все-таки попытаться. Что касается кода, стоит стараться не допускать попадания плохих запросов на продакшен. Здесь как бы все просто. Постоянный код-ревью, оптимизация. Также стоит дважды думать над тем, какую схему данных использовать. Особенно, когда вы создаете Create Table, случается большое количество проблем. И, как правило, потом таблицы с данными, которые уже в продакшене, достаточно тяжело оптимизировать или изменить, если они особенно под нагрузкой. Еще несколько советов. В одном из слайдов, когда я добавил индекс, было слово Visible. Visible и Invisible это типы индексов, вернее как, это характеристики индексов, которые появились в MySQL 8, которые помогают вам включать или отключать тот или иной индекс. Это значит, что индекс может быть, к примеру, выключен и не использован оптимизатором. Это может быть полезным, если вы, например, хотите проверить, что будет, если отключить какой-то индекс. Возможно, он не приносит никакого прироста производительности. Но вы не хотите дропать этот индекс. Вы можете сделать его Invisible. Таким образом, он не будет использоваться, но данные в индексе будут обновляться и он будет актуальным. То есть, если вы его через некоторое время решите вернуть, это можно будет сделать достаточно просто. Также можно попытаться проверить и выключить неиспользуемые индексы. Они будут храниться вот в этом месте. Здесь следует быть осторожным, так как данные в этой таблице хранятся от времени старта системы. Поэтому, если система имеет небольшой оптайм, сюда могут попасть лишние индексы. Также следует удалить избыточные индексы. Это то, что можно сделать практически безболезненно. Имеется в виду, к примеру, бывают случаи, когда на одной таблице есть два индекса. Один из них простой индекс на поле А, второй индекс составной на поле А и Б. В этом случае индекс А избыточный. Его можно будет увидеть в этой таблице. По возможности, если ваше приложение позволяет, вы можете использовать префиксные индексы. Это индексы, которые навешиваются на часть поля. Кроме того, можно посмотреть информацию по фуллсканам, то есть полному перебору данных в таблицах. Вот в этом месте. Также, если у вас есть желание посмотреть дайджест запросов, но нет возможности интегрировать анимометр, или нет желания интегрировать, вы можете использовать специальный дайджест из Performance Schema. Там есть что-то очень похожее на то, что мы видели в анимометр. Единственное, что там не такой удобный интерфейс, и не получится воспользоваться всеми возможностями. Еще немного советов. Не всегда получается оптимизировать запросы. Иногда стоит поискать другие варианты. К примеру, выполнение запросов в какое-то не пиковое время. Либо кэширование результатов запросов, если это удовлетворяет требованиям приложения. Можно выполнять запросы на реплике. Достаточно хорошо разгружает базу. Достаточно небольшой ценой, если, конечно, репликация в вашем случае возможна. Возможно, для некоторых типов запросов подадут другие решения. К примеру, для полнотекстового поиска и тому подобное. На этом все. Спасибо за внимание. Также я прикреплю к докладу список ссылок, которые могут быть вам полезны. Спасибо. До свидания.